На счет 3 садимся, значит не так в потере, а раз, два, три. И видишь, я стою, что-то в ногах стою, не в коленях стою, а в ногах, в бедрах, в бедрах, где годится. Вот. Сюда. Прыгри и остановись. Видишь, специально я медленно стараюсь показать все. Вот я подкинул, дальше дожимаю. Дожимаю. Нет, ты по ногам ведешь, немножко отводишь. Немножко отводим, значит и так. Да, да, да. Тут большие углы не нужны, чтобы выказать. Вот за счет резкого. Нормально, нормально. Да, еще не резко, но выполняешь правильно. Вот, отходились назад. Перед этим моментом, ты раз, видишь, оно мне упало как-то сразу на руку. Пробовал дома со шваброй. Мне нравится именно штанга, вот как олимпийский вид спорта, просто стало интересно. Советую смотреть эти видео, потому что я буду объяснять, показывать, доходчиво доводить до спортсмена, как он должен чувствовать, как воспринимать подъем штанги. Просто, чтобы ты хорошо вспомнил подрыв, принимаешь исходное положение у колен, и делая протяжку. Протяжка – это у нас просто подъем без подрыва, без всего. С имитацией подрыва. То есть, если, например, просто сказать протяжку, да, то ты ведешь по ногам и поднимаешь руками. А с имитацией подрыва – это тебе нужно в конце делать все это движение ногами. То есть, ты ведешь, ведешь, пум, поднял. Поднял. Понял? Поднимаешься. 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 Немножко сюда. Горь веди. Вот, видишь, что сразу корпус у тебя пролистал. Да, да. Нет. Ты груди делал протяжку, надо и вверх. Вверх. Вверх, вверх, руки, вверх. Вот, ага. Смотри, ты делаешь, как будто просто монотонный подъем. Раз, ноги выпрямил, и еще стоя на носках, ты поднимаешь руль. Нужно сделать это движение резко и опуститься. И опуститься. Вот, ноги прямые в колени. Нет, прямые в колени. Да. Хорошо, плавно. Говорят перед собой. Смотри, можно сделать это движение. Во. Еще. Угу. Нет. Назад. Можешь назад, я просто выпрямить? Да, да, да. Ну ладно, хорошо. Давай поднимем от колена рвовку. Сможешь показать? Рвовку. Не тягу, а рвовку. 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 Да. Вот, ага. Апсед. Угу. Хорошо. Чуть побольше напомним. Апсед. Угу. Хорошо. Чуть побольше напомним. Апсед. Видишь? Ты сейчас стоял вот так, как бы, в колени у тебя была вся нагрузка. А ты, стоя, смещая центр тяжести сюда, у нас нагрузка съедет из носки. А ты старайся нагрузку, если ты стоял, вот, как бы на пятку. Пяткой чувствуешь давление такое в стопу. Да, ты должен стоять на полной стопе, но пяткой ты должен утираться. Прямо именно пятка, пятка. У нас же стопа устроена так, что у нас пальцы и пятка. Между ними, ну вот, если свет свалит, ну, на этой стопе. А между ними такая перемычка будет, правильно? То есть у нас упор идет носковую часть у стопы, как бы, и пятка. Вот ты должен чувствовать, что полную стопу, а это значит, пятка ты должен чувствовать. Носочки ты потом почувствуешь после подрыва, во время подрыва. О, да, да. Вот это правильный исход и положитель. Все делает. Вот, хорошо. Ага. Ага. Все, стоп. Отдыхаем. Теперь смотри немножко. Когда ты поднимаешь после подрыва, у тебя руки прямые, и ты штангу ведешь по дуги, как говорят. Сейчас сделаем упражнение. Тебе надо будет три раза делать тягу в груди, или давай через раз. Один раз тягу в груди, делаешь оп, то есть штангу прижимаешь к туловищу, плечи, локти вверх, по возможности. Для меня локти вверх это вот так. Значит, делаешь один растяг в груди, не на высоту, просто поднимаешь локти вверх, и второй раз поднимаешь все. И таких три раза. И подпрыгиваем. Ага. Вот, хорошо, да? На полной стопе, когда тягу делаешь, после стойки на полной стопе ты выпрямляешь все руки. Не надо быстро делать. Да, вот, правильно делаем. Если ты укрался, то сейчас я делаю правильно. Все. Немножко назад заводишь силу. То есть ты сидишь, а за счет рук и клещ держишь штангу очень далеко назад. Держи головой, вот за трубой. Не перед головой, а вот чуть-чуть назад зайдем, на за трубой. Сейчас оттопнешь. Если оттопни, то делай. То же самое вот что. Только смотри. Заботы это когда? Когда делаем тягу, ты стараешься быстро поднять. Поэтому забываешь, подпрыгиваешь. И когда делаешь тягу, ты можешь поднимать медленно. Это не обязательно. Главное, чтобы ты сделал правильно. Вот. Выпрямился. Оп. Потянул. А дальше уже быстро. Чик. Дальше опять мошкин. Оп. Потянул. Потянул. Оп. Опти. Да, да, да. Да, да. Угу. О, хорошо. Давай еще такие две комбинации. Ага. Ага. Хорошо. Угу. Ну, высоко слишком, по-бородски. Ага. Да, вот так. Да, все нормально. Сюда ее также три раза, в таких же, в таком же, в таком же. Поднимаем с плитов. Быстро тоже не обязательно. Можем до подрыва тянуть медленно-медленно, чтобы я видел, как у тебя будет правильно или нет. И потом уже делаешь подрыв и садишься в север. Ага. Ага. Пошли, наверное. Ага. Можешь только назад. Над головой держим. Ага. Вот. Вот так над головой. Правильно. Все. Оставни. Поднимаешь медленно-медленно-медленно-медленно. Доводишь сюда. Делаешь подрыв. Видишь? Тут ведешь по ногам. По ногам, по ногам. А здесь, после коленов, уже резко управляешь ноги и бьешь бедрами. Делаем два раза подрыв и давай два раза все пробуем. На носки не встаем в тяге. На носки не встаем в тяге. Ага. Ага. Повещай, выправляй ноги во время подрыва. Резко. Оп. Да, да, да. Все, делай все. Ага. Хорошо. Хорошо. Молодец, да. Весь спинке. На два раза, но… Все хорошо. Давай... ... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Немножко высокая стойка, но ничего, тут пока был важен другой момент, поэтому что и строить не будем. Старт немножко высокий. Сейчас переходим к толчку. Начнем с самого толчка с груди. Представление есть? Продолжение следует... Продолжение следует... Руки и руки... Ага... Нет... И свой вперед, да, руки подняли, вот так... Угу... Да... Не коленицы... Сюда садись... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Раз, два, три... И видишь, я стою... Что-то в ногах стою... Не в колени стою... В ногах... В бедра... В бедра... В ягодицы... Раз, два, три... Раз, два, три... Садись... 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 Одним бедрами... Сгибается только вот... Позагренный сустав... Не делаю ни наклону... Ничего... Как встаю... Так и садись... Встаю... Садись... Ага... Раз... Два... Не-не... Быстро и глубоко садишь... Раз... Два... Три... Нет... Надо остановиться... Все остановились... Раз... Два... Три... Вот... Встаем... Раз... Два... Три... Колени стоишься... Раз... Два... Три... Вот сейчас... Да... Встал... Выпринялся... Раз... Раз... Два... Три... Ага... Вот... Хорошо... Раз... Два... Три... Вот... Да-да-да... Раз... Два... Три... Глубокую силу... Все... Вводи... Запоминай... Дальше... 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 Ты выпрямлялся... А теперь, когда будешь выпрямляться... На конечной фазе... То есть... Раз... Ты выпрямлялся... И руки пошли... То есть... У тебя получается вот этот режим... Чип... 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 Руки идут только после твоего... Полного упрямления... Раз... И дальше пошли руки... Вот старайся поймать такой момент... Да... Возможно, ты вначале будешь выпрямляться... А потом... А-да... Ниже руки надо... Вот... Надо минимизировать вот эту... Вот эту... Постановку... Паузу... Раз... Чип... 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 Раз... Два... Раз... Два... Три... Подъем... Ага... Подъем... Смотри... Не сюда... Заводим... Вот... Вот так вот... Раз... Два... Три... Вверх... Ага... Сильно быстро не надо... Раз... Два... Три... Ага... Раз... Два... Три... Подъем... Ще... Три... Три... Хм... Три... Ага... Глубок посадишься и чуть поменьше... Все... Хорошо... Все... Это и тань... Ага. Ага. Мне кажется, что я зарпалился вперёд. Все, пойдем сюда вперед, ноги ставим на ширине плеча, чтобы научиться. Вот, кстати, дальше поставим, повторим, туда, на привязку. Сейчас давай попробуем, расставляем в прыжке ноги, ножницы. Ну, ножницы у тебя, как ноги должны стоять? Передняя нога, немножко пятка разведутся наружу, да. Заднюю, пятку тоже чуть-чуть наружу. Вот, побольше. Да, вот так. Теперь принцип какой? Делаем прыжок и стараемся прыгнуть вот в это положение. Вот, хорошо, да. Упор на обе ноги. Стоим на обе ноги, наверное. Не на переднюю, и не на заднюю, на обе ноги. Теперь усложняем, делаем прыжки. Беспауга. Беспауга. Уп, бум. Вот, вот. Стоит. Прыг. Раз. 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 Теперь каждый раз. Угу. Хорошо. Давай здесь теперь. Обы. Одна. Не sitten. Угу, хорошо. Давай здесь спереди. Одну ребят. Теперь прыгни и остановись. Не надо на себя смотреть, пока вперед. В идеале, конечно, надо еще побольше, но для обучения пойдет хорошо. Выпираешься, да? Выпираешься? Да. Выпираем. Положено. И чуть-чуть ноги можно пожирить. Вот. Ну, все хорошо. Сейчас следующий подход усложним, отопнем, усложним. Ставим руки, имитируем по однем штане, ставим руки в груди в исходном положении. Когда делаем прыжочек, делаем разножку. Поднимаем руки вверх. Составочка в разножке. Вот. Ага. Слишком широко ставишь, прыгаем, поменьше. Тебе главное понять смысл работы, как бы прыгнуть. Прыгнуть и остановить. Сюда? Ага. Вот, вот так это будет проходить. Грутью проходит. Мы не просто поднял ты только руки и все. Например, когда мы толкаем, у нас как бы плечевой пояс. Мы проходим грудью через него. Щик сюда. То есть вот эта вся площадка, которая держит на руках. Мы не просто подняли руки, а вытрукнули штаб. И когда делаем разножку, щик прошли сюда вперед. Полностью всей корпусом, всей грудью. Чик сюда. Ноги приставляем в три шага. Когда мы сделали разножку, мы не заднюю подтаскиваем, и не переднюю подтаскиваем. И чуть-чуть ногу заднюю. Мы делаем это в три шага. Сначала немножко передним. Немножко. Потом задним. И третья шаг – это уже передняя. Встаем также, если, например, ноги у нас вставали вот здесь, разножка тут. То встаем также в этом месте. Давай попробуем здесь. Делаешь же одно, что остановка. Нет. Многи все. Ага. Чуть-чуть передней. Давай еще раз. Подальше передней назад. Подальше передней. Ага. Чуть-чуть передней назад. Вот так. Вот так, да? Угу. Ага. Ну, давай так. Ага. Ну, да. Вот так. По такому-то есть. Колени сел. Ноги сел. Ноги сел. Ноги-ноги, ноги не... Ну давай, ладно, давай два шага, потом исправим. Коллеги, Стива, ноги немножко-то сузил, слышишь музыку? Не-не, чуть-чуть пролукли. Вот. Ещё раз, присядь для посылы, я остановил. Не-не, остановись, не надо двигаться. Вот. Сюда? Угу. Прыгай и остановись. Влажники? Да, влажники. Чуть-чуть, чуть-чуть. Вперёд, вперёд. Вперёд, вперёд, вперёд. От себя. Вот так, нормально. Вставать надо было с представлением. Вот, хорошо, пацаны. Вот, отлично. Это в идеале с грузом будет, конечно, тяжело делать. Но то, что можно переучить вес, да-да-да, вот так ты делаешь. Видишь, смотри, когда ты встал, вот сейчас в правильную разножку хорошую, в длинную, ты когда приставлял ноги, ногу переднюю, да, у тебя она здесь уже не держала, да, потому что ты сделал большой шаг. Я про что и говорю, когда ты держишь груз, и вот так вот сделаешь большой шаг назад, тебя она согнирует. Поэтому делай маленький шажочек просто для того, чтобы немножко поднять вес наверх, и ты смог сзади ноги пересталить. А потом уже до конца дверей. Колени со мной. Хорошо. Ага. Хорошо. Чуть-чуть передней. Вот, да-да-да. Можно чуть-чуть, будем побольше передней. Ага. Давай. Побычу. Корень всем. Ага. Хорошо. 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 Нормально. Там потоптался, это не важно. Хорошо. Смотри, да, давай еще раз прыгай, я спереди, смотри. Ага, все правильно. Многие разводят. Смотри, ты стоишь вот так вот в душе не плеч, да? У тебя, смотри, ты когда подсел, у тебя колени еще разошлись до уровня носков практически, да? Ну, практически вот до этого уровня. А когда ты делаешь разморышку, ты сужаешься. А нужно так же, ты стоишь, щип, ноги расползлись. Даже еще, у тебя получается за счет разворота стоп, получается упор еще дольше тоже. Смотри. Нет, в сути, вроде. Вот, хорошо. Ага. 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 Вот, и ноги уже нормально приставляют, да? Ну, нормально. Давай, в следующий раз отдохи. Давай со штангой повторим сначала то, что мы делали без. То есть, делаем подсед, выпрямление и руку руки. Ага. 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 Ну, отлично. Раздножку сможешь сейчас делать? Хорошо. Давай. Отлично. Молодец. Угу. Угу. Ага. Все отдохни. Да, толчок сразу же. Не забываем про ноги. Не сужаем их, а также широко. Ага, хорошо. Ага, хорошо. Вот, да-да-да. Ну, отлично, да. Всё, хватит. Вот, да-да-да, хорошо. Чуть подальше перей немного. Подальше, ты знаешь, ты немножко поставил вот так под углом. Подальше, это значит, разогни стопу просто подальше, а сама разложка бедра остается в каких-то разгрузках. Не надо даже с водой попробовать. Вот, да-да-да, хорошо. Угу. 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 Не садишься. К бедра, к бедра садись. Ага, вот. Ага, хорошо. Ну, всё нормально. Ну, ну, хорошо. Отлично, смотри. Чем больше вес, все начали поломаться, а у тебя отворот еще лучше. Нет, смотри. Вот так вставишь, колени сужаешь. Вот, разведи колени так же. Ноги, я её вижу. Колени с бедрами вместе. Нет. Раздвинь ноги. Раздвинь ноги. Раздвинь ноги. Вот. А там у тебя ноги опять позади. Вот, да-да-да. Вот. Вот так. Давай, повторяй. Твоюoku к OUT. Потовим ноги. Пошири ноги, и переднюю дочь чуть-чуть упадим. Ага, вот, хорошо. В такое же положение упадим. Ну, сейчас перебор в узком, в шире, скажем. Ну ладно, давай на этом этапе пока закончим, подожди. Теперь еще, может быть, делаем толчковую протяжку ноги. Толчковая протяжка, это вот как она стоит на плентах. Ее нужно не вести по ногам, а просто поднять вверх. По прямой ведем сюда, локти как можно выше. Держим, 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 держим. И вот здесь вот он, бом, подворот. Угу. Ага. Далеко стоишь? Чутка ближе, да? А, и так, да. Держим. Постарайся одними ногами разогнать. Положи. Смотри, одними ногами. Вот я поднимаю одними ногами. Держим. Видишь, я всю подлинную силу совершаю за счет ног. А руки у меня просто как дополнение. Да, ну, руки работают, но они уже просто пояса работают. Для того, чтобы нагрузить, взять. А у тебя получается, ты медленно-медленно ведешь, сюда поднимаешь, а дальше уже руки у тебя едут. А это неправильно. Тебе нужно сейчас чувствовать ногами вот это прикладываемое усилие, чтобы ты поднимал движение. Потому что, когда потом вырастет вес, а у тебя руки уже будут слабые, ты не будешь понимать, как ноги включать. Быстрее. Пока поставим то же самое, что делаем. Ноги немножко сгибаем на стороне. Подожди. Примей слонное положение. Чуть-чуть ноги согни. Смотри. Эй, подожди. Вот замри. Смотри. Да-да, вниз смотри. Значит, проекция идет сюда. Это немножко далеко. Сюда. Вот. Согни ноги. Гриф накрываешь очень сильно. Видишь, очень сильно. Вот у тебя где идет крючок. У тебя крючок надо чуть-чуть накрывать. Чуть-чуть. Вот. Видишь, ноги ты согнул уже больше. Давай. Ну, ты стараешься за счет подрыва. Давай без подрыва, просто на протяжке. Выпрямляем ноги. Дальше руки. Не. Ноги согни. Смотри. В верхней стойке ты встаешь правильно. Но когда ты, тебе нужно, ты начинаешь брать ниже, ты начинаешь задирать, у тебя управляются ноги, а плечи очень сильно накрывают. Тебе нужно согнуть ноги, и тогда плечи вырубят. Небольшой, чуть-чуть накрываю. Ну, давай так, да, да, хорошо, давай так, на уровне. Быстрее скорость можешь увеличить, приорудую. Вот. Да. К подрыву не подводи, просто поднимай. Вот, да, лучше. Дальше. 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 Да, нормально. Клади сюда вперед. Давай просто посмотрим. Тебе надо сейчас поднять подрыву, взять шабу на руку. Можешь? Не садиться. Стой. Просто эксперимент. Хочу посмотреть, что ты делаешь. До заключения. Ну, неплохо, да. Давай повторим четыре раза. Смотри, я тебе буду говорить. Недочеты сможешь исправить? Смотри, первый недочет. Ловишь на какую-то. Ловить нужно таз назад. Ну, хорошо. Подрыва нету. Подрыв вот здесь. Нет. Подрыв чуть ниже. Рыка. Оп. Вот, хорошо. Молодец. Ну, грязновато. Все. Пойдем. Нормально. Давай в палочке. Так как у нас стойка более высокая в рывке, мы расползаемся, да, потому что руки у нас уходят, мы беремся широко. В палочке, да, чик. Видишь, где, как у меня турбочек. Так и так. Есть же работа, да? Поэтому, когда мы беремся в рывке, мы немножко дальше писали многие грифы. Когда в палочке, ну, если, например, в рывке мы видим, что гриф касается стопы, то переходя в толчковую, у меня здесь, ну, два-три пальца. Соответственно, нужно подойти поближе. Поближе к грифу, штангу. Берем. И так как ты неправильно подходил, у тебя становилось неправильное исходное положение. То есть, ты, стоя далеко, ты делал наклон более юною. То есть, получалось, что ты движение начинало свое, у тебя напуска шла в колени. И ты работала только вот этими мышцами. У тебя не были задействованы задняя часть бедра, ягодицы. Подходим поближе. Принимаем исходное положение более близко. Штангу сильно не надо накрывать, таскать не надо. Вот, просто вот так задеваешь ноль, можешь даже вниз смотреть. Раз, согнул, и, ну, можно же проанализировать, да, как у тебя отличие на твёрке, потому что в рывке, когда я тебе говорил, ты прям очень сильно делал проекцию, вот сюда вот подходил. А в толчке можно контролировать, там не очень глубоко согнулся. Ну и всё, и поднимаешь, делаем подрыв. Подрыв у тебя хорошо. Единственное, ты немножко, у тебя взятие на грудь, вот такую вот. А нужно, поднимаем локти, чик, и делаем резку по двору. Всё, давай попробуем. Ага. Вот, да, вот подожди, посмотри вниз, не, посмотри вниз, видишь, у тебя хорошо, у тебя угол здесь хороший, посмотри, проекция идёт, чуть-чуть, вот если я вот проведу леды, у тебя плечи заканчиваются вот здесь, то есть само плечо, оно как раз накрывает у тебя клетки. Вот, вот запоминай, вот так вот исходное положение у тебя должны быть плечи. Немножко высоко подрыв. Давай повторим. Запомни подрыв, в толчке, вот смотри, в рывке, в рывке вот у тебя бедро здесь заканчивается, в рывке у тебя вот здесь подрыв, в толчке вот тут он должен быть. Ну, может быть чуть-чуть повыше, вот здесь вот, то есть, когда… О, да, да, вот подрыв там был, спина. Только смотри, ты, когда понимаешь исходное положение, и ты стараешься так же вставать, то есть ты просто встаёшь с прямой спиной, спина у тебя, ну, не наклоняется, а нужно начинать движение ногами, ногами ты начинаешь движение, а потом кинуешь подрыв. То есть мы вводим себя вот в это положение, когда остаётся наклон, не такую ногу, а вот такой рот, и здесь перед подрывом мы подводим ноги, и будет подрыв. Немножко это слово-то может тебе объяснить? Ну, короче… Да, 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 опа, подрыв. Ну, нормально, ладно. Немножко открыто далеко. Ну, зато подрыв получается. Ага, хорошо. Ну, нормально, да. Теперь давай, один раз сегодня берёшь ногу и толкаешь. Посмотрим. Нормально. Ударил правду. Ну, пойдёт, пойдёт, хорошо. Молодец, да. И смотри, движение шум-жимовой – это то, что мы делали, когда сейчас обучаюсь толчку. То есть вот это движение. Но его нужно в конце, как вот мы делаем подрыв, да, то же самое нужно сделать во время шины. То есть берёшь и если скрежаешь ноги, подкинул, она подлетела где-то до уровня лба. А дальше руками. Пум. Пум. Это называется шум-жимовой. Давай, покажи, попробуем. Селетируем. Нет. Ноги не будут. Резко управляем ноги. Нет. А подожди, хорошо. Давай просто пробуем. Вот. Вот. Нет. Смотри, давай, подожди. Встанем сюда, потому что будешь назад двигаться. Просто без рук. Вот как ты сейчас только что правильно делаешь. Вот. Давай. Попять раз. Раз. Еще. Два. Да не надо, не топтить. Просто делай, делай. Три. Четыре. Пять. Нет. Смотри. Первые разы, когда ты делал правильно, да? Почему мы сдвигаемся назад? Потому что при резком упрямлении, но, да, у нас просто получается мышц подтягивает голень, и поэтому получается, что она немножко сдвигается назад, как же раз. Это из-за резкого движения. То есть, как вот ты последующие два раза сделал, просто резко упрямлялся, вот как я сейчас, да? Но это не резко. Старайся добиваться вот этого эффекта. Пум. Вот этот взрыв. То, что ты делал первые три раза из пяти. Вот. Теперь смотри. Ты правильно сделал, да? Я тебе говорю, не топчись. Стой, как ты стоял. Стой, как ты стоял, это значит, вот ты стоишь и держишь. И держишь, и делаешь. А не надо опять переходить вперед, потому что в пяти раз тебе достаточно будет, чтобы перед спиной не дошел. Вот. 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 Нет. Уже все. Внимание упало. Нет. Вот. 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 Пошли руки вверх. Вот. 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 Хорошо. Немножко в последние разы, конечно, не тот, но смысл правильный. Вот. Естественно, со штангами будет тяжелее, потому что, ну, руки, они, можно сказать, никакого веса у тебя нету, поэтому ты просто упрямлялся и поднимал руки. А здесь нужно вот этим движением мы подкидываем штангу. Т.е. мы берем чип, подкинули, ну, и дожали. Видишь, я где-то до уровня. Видишь, специально я медленно стараюсь показать тебе. Вот. Я подкинул. Дальше нажимаю. Дожимаю. То есть, у тебя задача не такая, чтобы ты сделал это движение и руки сразу, вот они здесь. Не старайся подкинуть ее туда, на вытянутые руки. Тебе нужно вот этим движением просто ты подкидываешь ее, подкидываешь. Не-не-не, ноги, ноги, ноги. Как ты делал? Хорошо. Поделай просто на груди. Подкидываешь штангу. Вот. Не было ногами. Положи. Смотри. Вот так. Попробуй. У тебя сейчас цель не подкинуть ее, а вот именно ногами. Ногами. Вот. Хорошо. Нет. Уже руки ты включаешь. Вот. Хорошо ногами. Нет-нет. Руки, руки. Работают. Не надо руки. Не надо руки. Просто ноги нужны. Резкие ноги. Да. Видишь, руки-то опять включают. Положи. Руками ничего делать не нужно. Имитировать, показывать, что да, она у меня тоже подлетает, а то тоже не будет. Постарайся руки просто освободить, чтобы они у тебя не работали. Если у тебя не получается резкого движения, да, раз там, опа, ну не получилось, не получилось. Пусть она так лежит, у тебя на груди. Не надо ее вот и выпрямиться, да. Вот ей показывает. Не нужно это. Старайся начать отрыв штанги от груди за счет ног. Вот добивайся вот этого положения, добивайся. Пусть оно будет посмотреть на китайцев, чемпионов. Они вообще делают микродвижение вот такое. Вот такое. Вешают там килограмм двести. Он толкает сто пятьдесят. Вешают двести. Вот так делают вот это движение. Взрыв, взрыв. Его не обязательно там глубоко садиться. И у тебя тоже задача просто стоит, где нужно сделать резкое движение ногами. Какое оно будет, как оно, подлетит, не подлетит, здесь пока не важно. Глубоко садишься. Не надо глубоко и в колено садишься. Так не получается. Веда, веда садишься. Ага. Вверх, 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 хорошо. Внизу не передодерживайся, под силу взорвался. Вот. Ага. Давай аппарат 6-8 раз. Сейчас без лёгки давай и будет стараться. Не помнишь? Да. Где-то садись. Угу. Внизу дом не заделся. Под силу. Ага. Ого. Тебя есть. Как и есть. Продолжаем. Поставай себя контролировать, да, нет, вот, садишься в бедра, в бедра садишься. Вот так, да, да, вот так. Да, хорошо. Молодец, успешен. От подхода к поклону. Немножко в колени уже садишь. Тихти, тихти, ногами, ногами. Еще, знаешь, вот это движение, вот это движение, это не просто предварительное движение для того, чтобы ты сжал ногами, руками, а это помощь. Вот так как ты сейчас поднимаешь, не видно вот этого, ну вот этой силы, которая пихает штамбу вверх. Видно, что ты просто делаешь это движение, а поднимают у тебя штамбу руки. Тебе нужно стараться вот за счет этого движения использовать его для подъема. То есть бац, пожалуй, бац, пожалуй. В идеале, ты вот, например, говоришь, я тренируюсь, жму, жму стоит 50 кг. Делаешь лук жимовой, ты по идее должен вынимать там 70-80 кг. То есть гораздо больше твоего жима. Это как бы дополнительное упражнение, это толчка. Оно включает в себя два других упражнения. Это жим и посыл в груди. То есть ты их как бы комбинуешь, выполняешь вместе, ты отрабатываешь вот это движение, посыл. Посыл и работа в груди. Музыка 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 Упираем в груди. Катер Пробу жди, да? Да. Ниже, да. Угу. Давай без руками на носки. Подожди. Ноги поставил, да, правильно, хорошо. Но потом штангу оттолкнул. Оттолкнул и садишься уже в поле. Делаем тяпу без выхода на носки. Поднимаем, 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 поднимаем. И перед подрывом ударит. 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 Пусть, возможно, теряет аморь. В первое время будет штангу отбивать вперед. Пусть пока вперед. Тут главное подрыв поймет. Потом мы исправим. Ага. Вверх. Без выхода на носки. 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 Следующее упражнение – это открытая тяга. То есть тяга – короткий подъем совсем. Получается, не нужно концентрироваться на правильном подъеме. Здесь просто чисто подверг. Стоишь, держишь штангу и подверг. Можешь отвести чуть-чуть. Руками ничего не помогаем. Руки просто держат штангу. Все движение ноги делают. Побольше покрыть? Да-да-да, ноги. Вот. Смотри. Побольше накрыть. В этом положении, да. Доги более-менее прямые. Вот так. Для удобства. Для удобства. Можешь немножко на расстоянии держать. Чтоб у тебя получился такой карточек. Вот. Нет, слишком много. Ты можешь даже смотреть вперед. Слишком далеко отводить не надо. Я тебе говорю чуть-чуть. Чуть-чуть положить. Смысл такой. Когда мы ведем штангу по бедрам, да. Вот ты ведешь. И ты не понимаешь, как сделать подрыв. То есть ты стараешься резко выпрямиться, но не получился у тебя вот этого удара бедрами. Поэтому я тебе говорю, а немножко отведи от бедер для того, чтобы ты поймал вот это движение бедрами, вот этот удар. А ты отводишь прям очень сильно яму. Нужно чуть-чуть, чуть-чуть отвести для того, чтобы ты придешь. И этого достаточно будет. Нужен не удар бедрами, а просто, когда ты отведешь немножко, при резком выпрямлении, у тебя получается, как, знаешь, как хлопушка. У тебя получается, ноги отведены и руки отведены. И вот они встречаются. Фу, встретились. Фу, встретились. Фу, встретились. То есть ты на носки мы не встаем, но когда ты делаешь подрыв, плечи поднимай. Чтобы немножко погасить это движение, да. Потому что если плечи поднимать не будешь, то вот это движение, оно идет сюда. То есть ты будешь каждый раз вот так вот тебя отбивать будет. Да, а ты немножко гаси, и оно, конечно, будет вот так немножко компенсировать. Продолжение следует. Открывай. Ага. Отведи, откажи. Да. Смотри, ты встаешь правильно, отведи от колен, и ты стараешься за счет рук трясти, а ты отвати за счет колен. Раз, отвел колен. Потому что когда ты будешь управляться, тебе будет так удобнее. Держи. 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 Отдыхай пока. Угу. Нормально, нормально. Давай. Держи. 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 Если ты по ногам ведёшь, немножко отводишь. Немножко отводишь, значит вот так. Да, да, да. Тут большие углы не нужны, чтобы угадывать. Вот за счёт резки. Нормально, нормально. Да, ещё не резко, но выполняешь правильно. Постарайся оптимально отдыхать, потому что вес небольшой, чтобы хоть немножко погрузить. Нужно физически и физически. Да, пошёл. Хорошо. Давай. Нужно. Нужно. Нормально. Нормально. Попробую выдать. Нужно. 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 Попробуем падать еще. Ну ладно, нормально. В теории, сейчас он погротел и падает, ты его размазываешь. Он у тебя идет прямо по бедру сюда лезет в кузов. Потому что у тебя вот здесь, где заканчиваются руки. А ты начинаешь здесь, и до кода поднимаются плечи, грубо говоря, до этого момента ты скребешь по туловищу. А нужно доводить до подрыва, и все, штанга уже пошла. То есть она отделилась в месте подрыва, а она уже не скребется здесь. Применим их к тяге, делая подрыв, да, мы поднимаем плечи и вот сюда от другого. Когда там большой вес, делаем уже с выхода на носки, тогда немножко подеваемся. Но на данном этапе вот, сделай подрыв, плечи немножко впереди себя оставляй. Вот в этом месте, без всяких размазываний. А тут получается у тебя подрыв, и ты размазываешь. Так, скребешь здесь. Идет у тебя по туловищу. Но это потом, по-моему, с первого. Первый подход с легким весом делаем раз на десять. В качестве разминки. Тем более у тебя осенних движений не было. Ну, были, но давно полное придурки. Надо сейчас поразминать. Садишься. Садись. Вот. Смотри, как он. Видишь, что он засунут? Придят, вот так вот. Запомнись потом. Запомнись потом. Запомнись потом. Убирайся. Давай, несправим. Все осталось, все осталось. Ага. Так и, давай. Быстро не падаем, люди медленно ставят, полегают, качаем ногу, еще чуть-чуть поднимем. По ногу не надо, раз по шесть. Не падаем, не падаем, качаем ногу, вес не имеет. Падаем, падаем, падаем. Падаем, падаем. В принципе ничего сложного, главное понять, как это делается. Даже те, кто пугаются, боятся, смелые, а даже те, которые пугаются, им объясняешь и они с первого же раза, у них все получается. Когда мы сидим на плечах, у нас здесь, в общем-то, ничего не держит, чтобы сидеть и опустить руку, и она упала. И тут самое главное не бояться, что, если когда спустишь руки, она по спине твоей покажется, во первых у тебя спина прогнута, поясница. То есть, когда мы сидим, у нас поясница прогнута, и единственное, что нужно сделать для безопасности, это начать охраняться назад. Это же не сложно, правильно? С любым весом. Мы начинаем отправиться назад, и в тот момент, когда ты готов потерять обновидение, вот перед этим моментом, видишь, оно у меня упало как-то сразу нахуй. Ну, давай попробуем. То есть, оно легко, и, подожди, я даже начинаю опаяться назад. Начинаю опаяться назад. Начинаю опаяться назад. Давай попробуем с грифом. Ну, ничего страшного. Все, садимся. Отходимся назад. Ну так. Давай еще повторим. Ну ладно, нормально. Сегодня на второй тренировке Меджид обучался толчку. Потому что на первой у нас была рывковая тренировка. Я Меджиду дал рывковое упражнение для того, чтобы посмотреть, что у него за неделю отложилось в голове. Остались ли те же самые движения, ощущения штанги. Могу сделать вывод, что тот навык, который сортировался, сохранился практически в полном объеме. Он все помнит, все, что мы обучались, все смог повторить. И сегодня была толчковая тренировка, где пристальное внимание уделили разножке, какая она должна быть. Отрабатывали эту разножку. Но не стали полностью делать взятие на грудь, толчок. Потому что еще рано. На первых тренировках лучше обучать спортсмена поэтапно определенным фазам, важным фазам, а не всему движению. Потому что движения сложные, углы разные. И спортсмен может просто-напросто запутаться. Запутаться не только, если делать в одном упражнении рвок и толчок. Но и если обучаться одному движению полностью. Он не может полностью проконтролировать себя, весь свой подъем на полной траектории подъема штанги. А он фокусируется либо на старте, либо на подрыве, или на приеме штанги. Поэтому отрабатываются отдельные фазы, чтобы при их отработке уже можно было выстраивать и дальше остальную траекторию. У Меджида хорошо получается. Он все схватывает, схватывает на лету. Какой можно сделать вывод по сравнению с обучением молодых спортсменов, детей. То, что у взрослых двигательный навык и умение управлять телом более сформированы, более поддаются обучению. То есть нет того, что он там забывал что-то, либо не получается, ему нужно вникать. Достаточно просто объяснить особенность вставания спортсмена, либо подъема штанги. И он это применял к себе, анализировал, исправлял. Нагрузка еще идет небольшая. Работа идет на маленьких весах с грифом, либо с маленькими дисками. Тут на первых тренировках при обучении вес не имеет определенного значения. Наоборот, он даже мешает, можно сказать, потому что при формировании двигательного навыка спортсмен обучаемый должен чувствовать относительную свободу. То есть он должен чувствовать движение, а не тяжесть штанги. Единственное то, что он держит либо палочку, либо гриф для того, чтобы, принимая определенные углы с схватом, держа штангу в определенном месте. Он понимал и чувствовал траекторию движения штанги и самого себя в пространстве. Тяги и приседания мы также делаем, но нагрузка, соответственно, небольшая. Пока он втягивается, дома в тренажерном зале также я ему сказал поднимать небольшие веса, для того чтобы при систематических тренировках посмотреть, как реагирует организм, будет ли он успевать восстанавливаться. И после этого, после прошествия нескольких недель, если все будет хорошо, мы будем увеличивать нагрузку в тягах и приседаниях для того, чтобы поднять его силовые показатели. И будем подтягивать технику для того, чтобы, когда придется поднимать в рывке, в толчке, в классических упражнениях более тяжелые штанги, чтобы у него организм был подготовлен и не оттягивал нашу подготовку назад. Ну вот и все. Пока все. Если есть вопросы, задавайте. По возможности буду отвечать или включать их в саму тренировку. До встречи на следующих тренировках.